В Новосибирской области формируют танковые и артиллерийские полки. Личный состав подразделений слаживают из мобилизованных граждан нескольких регионов Сибири. Сегодня губернатор оценил бытовые условия солдат, прапорщиков и офицеров. Мест хватает. Всем необходимо обеспечено. Палатки тепло. Питание организовано в столовой 24-й бригады горячего питания. Сейчас мобилизованные сибиряки проходят боевое слаживание в полевых условиях, что необходимо для комфортного проживания, чтобы не отвлекаться на бытовые вопросы во время подготовки. Это основной вопрос губернатора. По словам бойцов, всего хватает. Жаловаться не на что. Условия нормальные. У нас нормальные полевые условия. Полевых условий по-другому не бывает. Нет такого, знаете, там вот видео солнца какие-то бешеные непонятные. Нет, такого нет. Все нормально, все устраивает. Все, что не хватает, обустраиваемся, открываемся. Братск, привет! Творк, вербусы! Братск, привет! Баньку бы в палаточном городке, чтобы не ходить на помывку в соседнюю воинскую часть. Пожалуй, единственная просьба мобилизованных. Вопрос будет решен в ближайшие дни. Порядка 250 человек в час проходимость. Ставится снаружи печи, дрова. Панели все у него по факту. Это завод-изготовитель. То есть, чем быстрее сюда зайдем, тем быстрее, соответственно, запустимся. То есть, помывка пока на базе бригад организована. Но мы постараемся сделать, чтобы у этих двух полков своя банька здесь была. Обеспечены бойцы и обмундированием. В первые дни мобилизации были небольшие накладки. Не хватало некоторых размеров. В ближайшие дни недостающие комплекты формы придут в расположение. Также личный состав сибирских полков обеспечат дополнительными вещами. Для солдатского быта требуются дополнительные вещи. Элементарно спальный мешок, пенка, коврик или сидение. Резиновые сапоги не входят в штатные нормы, но, тем не менее, они востребованы. Дополнительно теплые вещи. Такая помощь требуется. Вот эти простые солдатские ништяки, как говорят бойцы, они нужны. Путем забора средств, путем приобретения вот таких вещей, выделения средств из резервного фонда правительства, будем стараться обеспечить наших бойцов всем, что они запросят. Но что касается, как я уже сказал, снабжения со стороны Министерства обороны, могу заверить, штатное бандирование, все будет в этом. Пообещал глава Новосибирской области и другую помощь мобилизованным. На днях в расположении начнут работать специалисты консультационного центра. В ближайшие дни организуем сюда выезд консультационного пункта. Всех специалистов, чтобы могли ответить на вопросы. Банки, судебные приставы, нотариус, если кому нужно, соцподдержка, соцзащита. Поэтому подумайте, какие вопросы есть или накопятся, можно будет задать. Уже завтра танковые и артиллерийские подразделения приступят к огневой и тактической подготовке. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новость ОТС.